Приветствую вас! Я полагаю, что работать вам имеет смысл в первую очередь со своим эмоциональным интеллектом. То есть, больше прислушиваться к себе, больше чувствовать себя, своё тело, свои ощущения и так далее. Потому что рационализм, в котором вы пребываете, или интеллектуализация, как её ещё иногда называют, это не что иное, как защитная реакция. И защитная реакция, я так понимаю, именно от вероятности, возможности почувствовать себя слабо. Конечно, может быть, может быть, я и ошибаюсь, вот, может быть, может быть я и ошибаюсь. Но мне кажется, что именно это и является центральным, ну, центральным моментом вообще вашей истории. Центральный момент. Потому что, вот как вы позиционируете себя по отношению к себе, так вы позиционируете себя по отношению к другим людям. Если вы себе запрещаете чувствовать, да, если вы себе запрещаете ощущать какие-то, ну, вещи, да, если вы себе запрещаете, значит, чувствовать, то, скорее всего, вы не позволяете проявлять эмоции по отношению к другим людям. И от силы у вас не складываются отношения, потому что, чтобы полюбить, нужна спонтанность. Любовь – это спонтанность. Любовь – это именно творчество, неконтролируемый разумом процесс. Понимаете? Вот. А если вы делаете это, если вы пытаетесь все контролировать, да, то я полагаю, что вот из-за этого у вас и не получается влюбиться. С другой стороны, с другой стороны, контроль, контроль, если он у вас есть, тоже для чего-то нужен. То есть, вы нуждаетесь для чего-то контроль. И контроль, как правило, именно как правило. Контроль – это средство от, ну, например, безопасности. Это средство безопасности, это средство для того, чтобы вы чувствовали себя спокойно, чтобы вы чувствовали себя уверенно, чтобы вы как-то вот, ну, не сделали, не дай бог, чего-то такого, что могло бы нанести вам вред, ущерб и так далее. Вот. Вместе с этим можно говорить о том, что если человек стремится к таким вещам, как безопасность, через контроль, например, это означает, что у него не все в порядке с личными границами. То есть, вы, вы не простроили границы свои, вероятно, значит, ну, по отношению к другим. И из-за того, что вы не имеете личных границ, или они у вас не так хорошо развиты, и возникают трудности и проблемы. Из-за этого. Из-за этого. Из-за этого. Из-за этого. Вот. То есть это примерно вот такая история, которая напрямую зависит от того, как вы себя подаете и как вы, собственно говоря, себя чувствуете. Вот. То есть если вы, например, боитесь раскрыть свои личные границы, если вы защищаетесь от людей рационализированием, да, то, соответственно, и возникает проблема спонтанности, проблема влюбчивости, проблема влюбленности, проблема вообще, наверное, любого чувства здесь возникнет. Вот. Вот. Важно узнать, откуда вы научились подавлять свои эмоции. Далее. Вы пишите, я выбираю головой. Хочу видеть с собой мужчину перспективным, который к чему-то тремится в жизни, так как сама из этой категории карьера успех. Ну, понимаете, вот опять же, ничего не имею против вашей карьеры, да, абсолютно ничего. То есть, ну, занимаетесь как карьерой и замечательно, замечательно, что занимаетесь. Но, момент, момент на самом деле немножко в другом. Момент в том, что, как правило, перекос в какой-то одной сфере, например, в вашем случае карьера, да, это означает недобор в другой сфере. То есть, если вы выбираете своего мужчину или мужчину выбираете себе, значит, головой, как вы говорите, ну, я полагаю, что с учетом вашей карьеры, с учетом вашего карьеризма, можно говорить о том, что через успех вы как-то, значит, компенсируете то, что, ну, возможно, недополучили, то, что недополучали в эмоциональной сфере. Конечно, я не могу этого утверждать на 100%, безусловно, я не могу этого утверждать на 100%, но мужчину, мужчину не выбирают вот так, как это делаете вы, да, мужчину не выбирают так. То есть, мужчина, его выбирают чувствами, нравится вам человек, не нравится вам человек, да, а вы хотите выбрать себе просто того, с кем удобно, того, с кем вы бы чувствовали себя, может быть, ну, как-то, знаете, я не знаю, может быть, комфортно, может быть, как-то еще. И именно поэтому влюбиться у вас не получается, потому что в таком случае вы анализируете, а когда вы анализируете, то возникает, ну, скажем так, проблема, потому что когда человек, любой человек анализирует, он проявляет в себе чувства, вот отсюда, и ваша проблема с тем, чтобы влюбиться в ответ, соответственно, на нас. То есть, задайте себе вопрос, для чего вам вообще мужчина нужен? Попробуйте вспомнить, вы когда-нибудь, вот именно, когда-нибудь испытывали, ну, просто, просто, вот, какие-то чувства к кому-нибудь вообще? Просто к кому-нибудь, когда-нибудь вы чувства испытывали? Нравился ли вам кто-нибудь когда-нибудь или нет? Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, вот, все-таки, нужно разбираться именно вот с этим, в первую очередь. Ага, потому что это весьма, весьма, ну, важный такой, такой момент, если мы хотим вам помочь. Дальше, вы пишите, значит, мужским вниманием никогда не было обделен, обделен, ну, ну, на душе как-то грустно. Ну, понимаете, опять же, опять же, если вы свои чувства в себе подавляете, да, если вы не позволяете себе чувствовать, то грусть и тоска, грусть и тоска, могут быть, по сути дела, следствием тревожности, которая, в свою очередь, является проявлением невроза. А невроз, это подавление своей желания. Вот. И мне таким образом представляется первостепенным, чтобы вы обследили свою грусть и тоску. Вот по чему она у вас, эта самая грусть и тоска? С чем связана грусть и тоска? Куда заведут вас ассоциации, связанные с грустью и тоской? Куда они вас заведут? То есть, вот если вот раскрыть себе это, не подавляя, да, а просто позволить, позволить, вот этому печь, позволить этому быть, подумайте, куда? Куда бы, куда привело бы вас вот это, эм, эта эмоция? К чему бы она вас привела, эта эмоция? А мне представляется так, что это чрезвычайно важный момент, потому что именно от этого вы и бежите. То есть, грусть и тоска, грусть и тоска, у вас на душе. Это индикатор, это индикатор того, чего вы хотите, но того, что вы себе запрещаете. Вот что такое эм, грусть и тоска у вас на душе. Ну и, соответственно, с этим нужно разбираться это нужно анализировать, у вас, эээ, безусловно, будут, эээ, акты сопротивления. Я полагаю, что, эээ, по-другому, вряд ли, эээ, здесь, эээ, может быть, потому что, ну, всё-таки, вы какое-то продолжительное достаточно время, эээ, так живёте. Вот. И задумается мне, что, эээ, не всё так просто будет у вас. Вот. Но, тем не менее, эээ, тем не менее, всё это можно будет, эээ, проработать, всё это можно будет поправить, эээ, если у вас, эээ, к этому будет желанно, да. То есть, если вы, эээ, сами этого захотите. Пока я рекомендую вам, эээ, эээ, поработать над осознанностью своей самостоятельно. Эээ, для этого есть хорошая, эээ, книга, она называется «Практикум по ээээ, эээ, эээ, гестарт психологии, эээ, эээ, Фридриха, эээ, эээ, прочтите, почитайте, хотя бы, эээ, ну, хотя бы, эээ, хотя бы, первые части, эээ, первые части этой книги, ээээ, 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 значит, ээээ, там, там, там есть, эээээ, эээээ, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ подходите к вопросу обстоятельным, потому что здесь самое главное именно чувствование, вот, и дальше уже после такой вот подготовки можно будет разговаривать с вами о том, что дальше делать. Вот. Это вот то, что я могу вам дать пока, исходя из того, что вы написали. Вот. В заключении, именно в заключении, мне бы хотелось, чтобы вы немножечко поразмыслились на тему, на тему того, зачем вам мужчина. Ну вот, просто зачем он вам нужен. То есть, как так вот у вас вышло, что вы стали нуждаться в, другом человеке. То есть, для чего он вам. Вот об этом тоже постарайтесь подумать. Я полагаю, что это будет полезно вам. Что касается идеального мужчины, да, что касается образа мужчины, то здесь я безусловно поддержу своих коллег, скажу, что идеальный мужчина действительно нужен. Но я бы предлагаю, я бы предложил вам отталкиваться от, значит, вашего отца. Потому что первичный образ мужчины для девочки это отец. Так называемый анимус. И от того, какой он, этот самый анимус, от этого зависит, в общем-то, довольно много-много. От этого зависит то, как, ну, та же девочка, то бишь вы, будет выбирать себе партнера, как девочка, то бишь вы, будет, значит, смотреть на мужчин и как она будет себя по отношению к ним вести. Если, например, образ отца был резко негативным, ну, такое, знаете, тоже может быть, что и мужчины, соответственно, тоже будут восприниматься резко негативно, а отсюда будут проблемы с построением отношений с ними. Если образ отца был негативным, но не настолько, да, то есть, например, отец был слабым или безвольным или отстраненным, вот, то вы просто, возможно, можете считать, что вы недостойны любви, например, вообще, вообще недостойны любви. Либо вы можете обрицать свою женственность, и отсюда могут быть еще трудности в построении отношений, да, то есть, женская модель поведения отсутствует. Например, ну, просто, например, потому что вы считаете, что, что, например, не должны быть женщины или что-то еще. То есть, понятно, что сейчас я по большому счету гадаю, но я просто надеюсь, что вы как-то вот для себя эти вещи обязательно постарайтесь выделить, да, вы как-то для себя эти вещи постарайтесь обязательно посмотреть, потому что это очень важно. Довольно мало вы информации дали о себе, а проблемы достаточно серьезные, вам, с вами бы по-хорошему нужно обсудить то, что вас волнует, и то, собственно, всего вы хотите, вот, на самом деле. То есть, ваш запрос, он, ну, он, на мой взгляд поверхностный, на мой взгляд поверхностный, достаточно поверхностный, на мой взгляд. И, соответственно, если мы хотим вам все-таки помочь, да, то, на мой взгляд, нужно разобраться, в первую очередь, именно с запросом. То есть, именно с вашим запросом, что и как вам действительно нужно. Как правило, к самому человеку, да, к самому лицу, к самому партнеру другому это отношение не имеет. Как правило. Человек, как правило, хочет решать свои проблемы сам. Ну, вот, как правило. И, соответственно, если человек хочет решать свои проблемы сам, ну, мне представляется так, что ему нужно это позволить. Вот. То есть, ему нужно позволить это делать самому, ему нужно позволить решать свои проблемы самому, самому. Вот. Но, поскольку вы-то можете считать, что у вас все хорошо и все делать только в отсутствии молодого человека, то в какой позиции может возникнуть сопротивление? Вот. Ну, так у меня это здорово, мне просто молодой человек нужен. Может быть, нужен для того, чтобы чувствовать себя, опять же, полноценной, да, чувствовать себя невыделяющейся и так далее. Такая история, в общем и целом, тоже может быть вполне себе. Вот. Но вы же понимаете, что другой человек, как каким бы он ни был, он не несет ответственности за вас и не несет ответственности за то, что, например, вы делаете. За то, что, за то, как вы действуете, за то, почему вы действуете именно так, например, и так далее. Вот. И к другому человеку вам, как это, вот знаете, не печально, может быть, будет звучать, к другому человеку вам нужно подходить, уже будучи в гармонии с собой. Будучи в гармонии с собой и будучи готовы отдавать что-то. Знаете, какая история? Я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok